Huawei Ascent G730 это бюджетный 4 ядерный смартфон. Он имеет большой экран 5,5 дюймов, но с QHD разрешением. Над экраном расположена фронтальная камера, но с разрешением всего лишь три десятых мегапикселя, то есть для веб-звонков. Здесь же находится разговорный динамик и надпись Huawei. Внизу традиционно три сенсорные кнопки управления. На верхнем торце аудиоразъем, внизу отверстие микрофона и порт microUSB и справа находится кнопка питания блокировки экрана и регулятор громкости. Корпус из глянцевого пластика, так что отпечатки пальцев здесь будут оставаться, ну ура! Разве что узор крышки в такую мелкую сеточку, поэтому пятна не будут так заметны. Основная камера 5 мегапикселей, здесь также светодиодная вспышка и отверстие микрофона, ну и надпись Huawei. Внизу находится динамик громкой связи. Задняя крышка снимается за щелочку на правом торце. Под диван получаем доступ к аккумулятору. Аккумулятор на 2300 мАч. Аккумулятор имеет нестандартную форму. Он не широкий, но тонкий. Здесь же вставляются две сим-карты. Одна стандартная сим и вторая микросим. А сбоку вставляется микро-сд карточка. Вот закрывать крышку, конечно, тяжеловато. Остаются щели, которые надо специально тут посмотреть по всему периметру, чтобы она хорошо закрылась. После этого скрипов никаких нет. G730 из коробки работает на Android 4.2.2 с интерфейсом от Huawei. Все приложения находятся в рабочих окнах, а не в отдельном меню. Что еще приятно в этом интерфейсе, это когда мы делаем скриншот. Предлагается сразу же отправить, но очень быстро предлагается отправить эту фотку, этот имидж. по Bluetooth передать, Google Plus, почта, Picasso, SMS, MMS и так далее. Интересная возможность, а вот если изменить нажать, то запускается редактор фото. Можно обрезать изображение, выбрать ему какой-то режим цветовой. Интересная функция, я бы сказал. Huawei G730 работает на бюджетной четырехъядерной платформе MTK6582, частотой 1,3 ГГц. Оперативная память 1 ГБ встроенная 4, из которых доступно 2,2 ГБ. И соответствующие результаты в тестах производительности. Батарея обеспечивает также хорошую автономность, 10 часов в режиме разговора и 10 часов просмотра видео. Выложение камеры имеет следующий вид. Справа кнопка вспышка затвора. Тут же можно нажать на съемку видео. Слева выбор параметров съемки. Переход на фронтальную камеру. Выбор вспышки режима автоматически включенная. и включенная по умолчанию. Внизу по кнопочке выбор режима съемки. И подробные параметры выход настройки по левой верхней кнопке. Тут нужно выбрать различные настройки для камеры. Вот, смотрим. Видео, качество видео. Ну и видео с максимальным разрешением снимается HD. Качество фото и видеосъемки не особо впечатляют. С примером тестового видео можно ознакомиться, перейдя по ссылочке. Huawei G730 это типичный пример бюджетного 4 ядерного смартфона с большим экраном. А стоит он 3000 гривен или чуть менее 200 долларов. Оставляйте лайки и комментарии, сравнивайте его с другими моделями. Подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть новые видео обзоры.